Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Семен-Маглана. В этом ролике я поставлю вам одноминутные нарезочки с убедительными фактами, чтобы вы поняли, что делать негативные обзоры именно на технологию криптомонет и призм небезопасно для ваших сайтов и каналов. Ставлю первую нарезку с канала Туров Инвест Криптовалюта. В диалоге между Владимиром Туровым и Никитой Гришуниным с 1 часа 08 минут речь идет именно о юридических правовых имеющихся документах на технологию для ЭВМ призм. Ссылка на это интервью будут под этим роликом. Знаешь ли ты базовую технологию устройства криптовалюты под названием призм? По мне, несмотря на весь отрицательный пиар в интернете, с точки зрения технологичности призм имеет не меньшие перспективы с точки зрения долгосрочного будущего, чем эфириум или виток. Нет, на призм я не обращал внимания, даже не сталкивался с проектом, если честно. А может быть вы расскажете, в чем заключается архитектура? У меня целая пачка документов лежит вот такая по всей технологичности, которую получил от создателя. Есть, соответственно, у меня контакт с ним прямой и прочее. Нет, я все-таки не рискну. Знаешь почему? Я знаю, как это устроено. Я не являюсь специалистом в этой области. Я готов с разрешения создателя показать весь пакет документов, всю эту технологию, если он не разрешит, кому-то из вас, из экспертов, чтобы вы как эксперты это прокомментировали. Я не являюсь специалистом в этой области. Понимаешь, какая штука? Но из-за того, что я понял, технология очень крутая. Ну, будет неправильно, если я буду открывать рот в той области, где я не являюсь экспертом. Я все-таки в юспруденции хорошо разбираюсь. Я сейчас тебе задаю вопросы с точки зрения пользования. Обратили внимание на то, что Туров сказал, что технология призм не хуже, чем у битка или эфира. Лично я для себя из этого ролика сделала вывод, что Туров уже имеет актив в этой криптомонете. Из его же слов, то, что он интересуется как пользователь. Ведь Туров очень глубоко вникал в эту технологию со стороны юриспруденции. И он утверждает, что призм с точки зрения закона Российской Федерации не является пирамидой. И вообще в области закона у криптовалюты призм все в полном порядке. С технической точки зрения все, что призм заявляет, это возможно. Это есть или нет регистрация юридического лица с реальными учредителями внимания, несущими субсидиарную личную ответственность всем своим имуществом перед вкладчиками, в части, касающейся призм, коллег. И я проверил это в том числе через налоговые органы и выписки соответствующие получил. Короче, эта организация зарегистрирована легально, зарегистрирована официально. И в ПФР, и у налоговиков. То есть с этим все в порядке, коллеги. С этим реально все в порядке. Наличие или отсутствие разрешительной документации по 259 закону или любому другому закону у призмы это тоже есть. Вот что самое интересное. И может быть эта крипта выстрелит. Вот она, сколько там, не знаю, 5 лет не выстреливала, а тут вдруг выстрелит. Такое возможно. По крайней мере, с технической точки зрения, то, что я вижу, такое возможно. Моя проверка на предмет соответствия пирамиде, а эти критерии все выпущены Центральным банком и призм не является, коллеги, пирамидой. Это я вам совершенно точно говорю. Мое мнение, моя оценка, юридическая оценка, призм пирамидой не является. Это вот моя оценка. Ни по каким критериям призм под пирамиду не подходит, коллеги. Это я вам гарантирую. Итак, Туров не просто так встретился с создателями технологии призм. Он запросил от них всю документацию, основательно в ней разобрался с точки зрения закона и вынес свой вердикт. Теперь Туров обращается к тем, кто разбирается именно в технических вопросах, к тем, кто именно имеет определенные знания в этой области и свой, естественно, вес. И говорит, я дам вам эту всю документацию, заметьте, с разрешения разработчиков, для того, чтобы вы, как технически грамотные люди, разобрались в качестве этого продукта. То есть, действительно ли система для ИВМ надежно защищена? Действительно ли на 100% она не нужна? Действительно ли владельцы монет на кошельках являются единственными владельцами своих монет без посредников? Не смогут ли заблокировать и конфисковать призм, как это можно уже сделать в битке? И, думаю, его интересуют более важные вопросы в техническом плане, на которые он упорно ищет ответ. И существует такая опасность. Я не знаю, регулятор США принимает решение, что какая-то часть биткоина, когда биткоин официальный смешивается с биткоином криминальным, понимаете, о чем я говорю, да? Что вот эта часть, она будет обнулена. Есть такая перспектива такого развития событий. И ведь это очень сильно напугает инвесторов. И какая-то часть битка может быть просто заморожена. Там часть битка, которая связана с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Ну, например, это их излюбленная тема. Я считаю, что такое вообще очень возможно. Не говорю, что так именно будет, но есть специальный институционал, они покупают так называемый чистый биткоин. То есть, для тех, кто держит нашу финансовую систему, это просто нескончаемое золотое дно. И при этом они всегда могут обнулить таких, как я и ты. Они же не у себя будут откачивать, они откачают с нас эти деньги. И я опасаюсь, что могут поделать эту спецоперацию под видом борьбы с терроризмом и с биткоином. И таким образом, ну, многие люди просто пострадают. Если взять институциональных игроков, которые владеют 80% биткоина, сколько их? Ну, их порядка 20. Не 80, у них большая часть биткоина. То есть, такие крупные аккумуляторы, остальные разбросаны просто по сети. Если мы не берем вот в просчет 1 миллион, который хранится на штатах Сатоши. Правильно. Могут ли они войти в преступный сговор? В ответ могут. Может ли государство на них надавить для того, чтобы сказать, ребят, будем проводить спецоперацию? Могут ли они с государством войти в этот сговор? Могут. Вчера, 29 января 2022 года, директора ООО «Призм» Денис Северов подтвердил, что монеты «Призм» можно промайнить, ссылаясь на закон Российской Федерации. Этими виртуальными денежными активами не запрещено пользоваться в Российской Федерации. А как бы вы рекомендовали познакомиться другу, насколько это законно-незаконно, хотелось бы услышать, и тоже я прокомментирую. Спасибо большое. В целом, по поводу закона нужно понимать, ребят, что то, что у нас имеется уже федеральный закон 259, цифровых финансовых активов, в частности, так как у нас криптовалюта «Призм» зарегистрирована в российском правовом поле, то, естественно, она полностью законна, и вы можете это демонстрировать всему своему окружению. То есть никто из государственных надзорных органов каких-то не может вам что-либо предъявить за то, что вы владеете криптовалютой «Призм», за то, что вы ее майните и где-либо обмениваете. То есть это в первую очередь законно. Ну, а я добавлю от себя, что в Республике Беларусь вообще главой государства подписан декрет номер 8 о том, что гражданам Республики Беларусь разрешено майнить криптовалюты, обменивать их на любые другие криптовалюты и на любые фиатные средства. Это не облагается налогом и не взимается НДС до конца 2023 года. Этот закон продлили до 2040 года, представляете? Так что, друзья, наш «Призм» находится в правовом поле. Именно такие монеты, как «Призм», не страшно сейчас иметь в своем портфеле. Хотелось бы узнать, какую позицию выбрало руководство «Призм» по защите репутации «Призм» в сети. За последнее время я встретился как минимум с тремя – Рафаэль, Гордиев ЕФ и Денис Лидер. В одном из эфиров вы озвучили, что для защиты вы готовы отстаивать свои права в суде. Что уже сделано в данном направлении? Этот процесс будет обязательным. Сейчас реально формируется команда. Также мы ищем грамотного юриста, который будет защищать наши интересы в суде. Сейчас я надеюсь, что мы это сделаем в ближайшую неделю-две. И мы будем заниматься этим процессом. Но по рекомендациям Юрия Майорова, потому что мы все равно советуемся, общаемся. Юрий Майоров никуда не ушел в сторону. Нам очень важно его мнение. Его рекомендация такая, что не нужно окружать себя врагами. Я считаю, что будем пытаться выйти на связь, выстраивать какой-то конструктивный диалог, чтобы эти товарищи, которых вы назвали, если же они не поймут нас в диалоге, то есть информационный фон не изменит, который образовался за счет того, что они говорили в сети, то конечно же мы будем делать это все через суд, показательно, чтобы другим не было повадок. Я могу дополнить, что мы сейчас очищаем имя призм, отстаиваем честь, скажем так, этой криптовалюты, потому что тут было много разных структур, которые никогда хорошо или плохо влияли на монету призм. Хорошо с позиции количества людей, а плохо с позиции того, что они этих людей иногда обманывали из-за доверительного управления. Можно я могу предположить, что Рафаэль и так уважаемые люди воспринимали призм не как криптовалюту, не как антаранг висит, не как технологию наличной ноди и так далее. Поэтому, соответственно, постараемся мирно все решить, потому что все мои друзья, все мои криптоэнтузиасты, мы все топим за блокчейн, за анонимность, за свободу выбора, свободу воли. Все в одном месте, в одно время развиваем по факту одно и то же. Мы развиваем блокчейн, технологии и цифровизацию нашего окружения. Прежде чем делать отзывы о технологии призм, я советую вам зайти на канал продвижения призм, чтобы повысить свои знания в этом направлении. Чтобы не выглядеть на фоне таких личностей, как Туров, неадекватными болтунами, ссылка на канал продвижения призм также будет под этим роликом. Не плюйте, уважаемые блогеры, в колодец, с которого, возможно, придется и спить и сами. Но, по крайней мере, хотя бы сейчас мигать другим. Лучше повысите свои знания в этом направлении. Изучайте правильную информацию о призме. Так что, уважаемые блогеры, если вы уже сделали негативные отзывы о призме, советую вам удалить эти ролики. Иначе вам придется доказывать в суде вашу позицию. Вам придется предоставить всю документацию, подтверждающую вашу правоту. Если, конечно, создатели призм вам ее предоставляли для того, чтобы вы смогли с ней ознакомиться и высказать прилюдно свое мнение, как эксперт в юриспруденции или как лицо, имеющее техническое образование в сфере криптографии или IT-технологий. Вы же понимаете, какой стрейк может последовать на ваши каналы от ютуба за подачу ложной информации в вашем контенте о технологии призм. Если заинтересованное лицо в виде создателя инновации, имеющие официальные документы на технологию, подаст на ваш канал жалобу, то, чьи права вы нарушили. Поэтому, если вам разработчики не предоставляли пакет с документами на эту технологию, если у вас нет специального образования в этой области, и вы не разбираетесь в криптоблокчейн-технологиях, если у вас нет личной парольной фразы от своего собственного кошелька на закачанной вами ноде призм, то не советую вам нести от себя тему. Если вы считаете себя личностью, которая, имея определенное образование в криптографии или юриспреденции, и вы намерены сделать свой независимый обзор именно о технологии призм, то вы можете обратиться к тому же Турову, и он предоставит вам всю документацию с разрешения разработчиков. Если вы уже накосячили, на вашем канале есть уже негативный ролик о призм-технологии, советую его удалить. Это в первую очередь в ваших интересах. Потому как разработчики блокчейн-призм будут бороться за честь и чистоту именно своей технологии, так как они не несут никакой ответственности за тех, кто нанимал деятелей искусства типа Джигурды ради пиара пирамидальных проектов с применением криптомонеты призм. Такие мошеннические проекты, как Рой Клуб, например, не имели никакого отношения к технологии призм от слова совсем. А многие блогеры брали за основу своих негативных роликов именно такие проекты, как Рой Клуб, призм-бот или пулы с доверительным управлением. Обращаясь ко всем призмачам, прошу, донесите этот ролик до каждого блогера, который уже сделал негативный ролик о призме. Мы не просим делать их позитивные ролики о призме. Мы просим убрать свои безграмотные обзоры, не имеющие никакого отношения к Proof of Stake призме с уникальной технологией параманью плюс форжен. На этом у меня все. Всем желаю удачи, следите за новостями, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. С вами была Валентина Синема-2.